Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Днепропетровска, которого в прошлом году завербовали российские спецслужбы в Крыму. По словам задержанного весной прошлого года, в Ялте его задержали за право нарушения. В обмен на непривлечение к ответственности предложили сотрудничать с ФСБ. Выяснив, что мужчина знает многих офицеров МВД Украины, представители спецслужбы активно расспрашивали его о крымчанах, которые несут службу в зоне АТО. В ходе опроса выяснилось, что я учился в одном из университетов внутренних дел Украины. И имею знакомых из среды офицеров внутренних дел Украины. Потом меня доставили в управление Федеральной службы безопасности, где со мной беседовал сотрудник ФСБ, который назывался Николай. Особенно его заинтересовали возможные участники антитеррористической операции, бывшие выходцы из Крыма, уроженцы Крыма. Во время вербовки жителю Днепропетровска поставили задачу искать среди сотрудников МВД пророссийски настроенных людей. В СБУ утверждают, что таким образом российские спецслужбы пытались создать агентурную сеть на Днепропетровщине. И поставили передо мной задачу приглашать под любым предлогом своих знакомых сотрудников МВД на территорию Республики Крым. Как только они приедут сообщать, где они поселились, и новые номера телефонов российских операторов. На что я согласился, так как выхода по сути у меня не было. После вербовки украинских правоохранителей их должны были использовать для разведывательно-подрывной деятельности в Украине, утверждают в СБУ. По данному факту открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Санкция «Государственная измена»